Этнографический диктант во Владивостоке проводят впервые. В 11 утра регистрация, затем участники приступят к выполнению самого задания. Мероприятие одновременно проходит здесь, на Пушкинской и в кампусе ДВФУ на Русском острове. Всего 800 площадок по всей стране открывает всероссийскую акцию «Дальний Восток». Во Владивостоке аудитория собралась небольшая, на диктант пришли 22 человека. К сожалению, ни в школьном образовании, ни в вузовском очень ограничено, нет курсов, которые бы обучали население культуре народов. А это же не знание, оно ведет потом к каким-то недопониманиям, к каким-то проблемам. И вот именно это мероприятие, оно направлено на то, чтобы выявить этнографическую компетентность населения России. Этнографический диктант, но сама форма проведения мероприятия – тестирование с вариантами ответов. Всего 30 вопросов, 45 минут на решение. Темы касаются этнографии народов России, понимания межнациональных отношений в стране. Я думаю, что тест скорее для людей, действительно сведущих, специалистов в этнографии, в географии России и где-то в религиоведении, в истории. То есть не для, так сказать, не для массового читателя. Мне показалось это интересным. Сейчас как-то не очень, когда ты обнаруживаешь отсутствие знаний, так немного досадно. В данный момент пишу диссертацию на эту тему, поэтому стало интересно поучаствовать в таком мероприятии. Тестирование проходит в институте, специалисты которого ежегодно выезжают в этнографические экспедиции. Для местных сотрудников такие путешествия – неотъемлемая часть работы. Роман Гвоздев коренные народы Приморья изучает уже 13 лет. Не так давно он вернулся из Хабаровского края, где две недели провел унанайцев. У нас налицо такая проблема, прежде всего, это малочисленность, ну и утрата культуры. То есть народы ассимилируются, соответственно, постепенно-постепенно уже усваивают дары цивилизации. Согласно последней переписи населения, в Приморском крае проживает около 2000 дегейцев, 383 нанайцы и 253 представителя тазов. Есть и такие народности, которых и вовсе скоро не останется. Среди них четверо айнов и столько же алютов. Но несмотря на сокращение коренных народов, национальный состав Приморья растет. Статистику пополняют в основном иммигранты. По официальным данным, в крае проживает более 120 национальностей. В России – 160. Среди многочисленных – русские, татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы и армяне. Популярен и ислам, и буддизм. И эти религии, и культура, они тоже очень важны. И мы считаем, что очень важно научить все наше население взаимодействовать с другими культурами. Для того, чтобы проверить незнание россиян в этой области, был задуман этнографический диктант. Результаты тестирования станут известны 4 ноября. По итогам проверки специалисты сформулируют рекомендации, которые помогут внести изменения в учебные программы по этнографии. Валерия Белоус, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.